Святой Пятидесятницы Праздник День Святой Троицы Этот праздник, как вы знаете, теснейшим образом связан с праздником Воскресения Христового, Вознесением Господним Это как бы триединный праздник Одно событие не могло случиться без другого Все в такой последовательном порядке, по милости Божьей То, что мы слышали сегодня в деянии апостольские, которые диакон огласил на середине церкви Рассказывает подробно это событие О том, как апостолы после Вознесения Господня По Его обетованию собрались в Сионской горнице Точно там, где Господь совершил Тайную Вечерю И установил Таинство Святой Евхаристии И на том же самом месте Он приказал им снова собраться И терпеливо ждать нечто от неба От Господа Бога И вот они и собрались И, как всегда, приняли Святую Евхаристию Воспоминания Господа И вдруг Произошел страшный сильный ветер И, как сказано в деянии апостольских дни Данезапно сделался шум с неба Как бы несущегося земного сильного ветра И наполнил весь дом, где они находились Явились апостолам разделяющиеся языки И, как бы, вогненные и почили по одному На каждом из них Вот это чудо И чудо такое, как и воскресение Христовое Как и вознесение Нельзя понять Нельзя нам постичь понятиями Взятых из повседневной жизни Смысл этого чуда открывается Нам в подвиге веры Апостолы получили дары В одно мгновение ока Дар говорит на разных языках мира И благодаря этому могли тут же на месте Проповедовать Евангелие всем тем Кто пришел из иудейской диаспоры в Иерусалим Чтобы помолиться в Иерусалимском храме Люди из разных стран И каждый, как сказано в Деянии апостольских Могли понять проповедь апостола Потому что он, данный апостол, говорил на их родном языке И так Святой Дух вдохновил апостолов на знание языков Он сообщил им большое мужество Небоязнь и непобедимость И почти все апостолы дерзновенно проповедовали Христа всей твари И почти все они окончили свою жизнь мученической смертью И вот тут тоже вот эта желанная готовность пойти на мученическую смерть Которую проявили апостолы И проявили еще сотни тысяч христиан апостольского периода И первых трех веков христианства Пока христианство не было объявлено государственной религией Это тоже не за понятия И постичь понятиями из повседневной жизни Как могли люди пойти на такой огромный подвиг, дорогие братья и сестры Если бы не благодать Святого Духа Святым Духом всяко душа живится и чистотой возвышается Как мы поем на вечерней службе Много-много песнопений мы слышали, посвященные Святому Духу Это все подчеркивает, что без благодати Святого Духа не может быть церковь Не может быть рукоположение священства Не может быть венчание на брак мужчины и женщины И жалки те люди, которые не воспользовались этой благодатью Чтобы скрепить свои супружеские отношения Что может быть лучше, чем сознать, что и муж, и жена освящены тем же Святым Духом Святой Дух совершает Святую Иохаристию, как я уже сказал Тело и кровь Спасителя Священник указывает руками на хлеб и вино Зачем благословляет? Приложив Духом Твоим Святым Мы стараемся это довольно громко говорить, чтобы вы все слышали И в ответ каждый священник и духовенство в интере отвечает три раза Аминь, аминь, аминь И вы тоже, дорогие братья и сестры, когда услышите слова Приложим Духом Твоим Святым За нами, повторяйте слова, нам в своем вместе Потому что Евхаристию мы вместе совершаем Благодатью Святого Духа И так можно было бы перечислить все Таинства и нетаинства Освящение икон, освящение домов Освящение любого предмета Мы все это освящаем Благодатью Святого Духа Через Святую Году Так что, дорогие братья и сестры Мы каждый день читаем вечером и утром молитвы Царю Небесным Утешите души и вести И живет с детства и вся исполняет сокровища благих и жизни Благодателя Прииди и всели самое очистенное Какие скверные Спасибо Благодарю К сожалению Мы настолько часто эту молитву читаем Настолько часто мы спешим И не отдаем себе отчет Что мы обращаемся к Святому Духу И просим, чтобы Он пришел и вселился в нас Жил в нашей душе Чтобы Он нас вдохновил На лучшую жизнь Дорогие братья и сестры Жить без вдохновения Это скука Люди, которые без вдохновения Живут и проводят свою жизнь И порой даже кончаются бы Потому что жизнь становится неинтересной А если есть даже на простом человеческом уровне вдохновение Вот это невероятная сила внутри нас Каждого человека Она есть в каждом человеке Но нужно эту силу выявлять Надо ее развивать Лучшим способом Это, конечно, обращаться к Святому Духу Святой Троице И просить об этом Когда способный человек, музыкант Ему сообщается вдохновение Он сочинит прекрасную музыку Если писатель вдохновлен Он может создать прекрасное сочинение Может быть, у нас нет этих талантов Писательских, музыкальных Или каких-либо других Но все равно Господь наш Иисус Христос Господь ожидает, чтобы каждый человек Создал из своей жизни шедевр А для этого, конечно, без благодати Без вдохновения Святого Духа не обойтись Дай Бог, чтобы Царь Небесный Вселился и вдохновил Каждого из нас Аминь Субтитры создавал DimaTorzok